Я остался жить один на сталкерской базе в Чернобыле, и мне предстояло сделать много чего по ее ремонту. Необходимо было лучше замаскировать крышу, а также заделать стены, но помимо этого мне привезли приманку и я закончил ловушку на кабана. Все работы я проводил днем, однако с наступлением ночи ситуация в зоне кардинально меняется. Всю ночь приходится поддерживать огонь, ведь в лесу очень много диких животных. В одиночку выживать здесь непросто, но сдаваться я не собирался. Друзья, а перед просмотром я хочу поблагодарить абсолютно каждого из вас за то, что вы ставите лайки, комментируете мои ролики, делитесь им с друзьями. Я очень ценю вашу поддержку, вы у меня самые лучшие зрители, подписчики, друзья. Ролик будет очень крутой, давайте наберем 50 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев. Всем приятного просмотра. Ну что ж, друзья, всем привет, только что я вернулся от моего друга, который привез мне очень нужные вещи для строительства. И сейчас я расскажу, что мы будем делать сейчас, сегодня. И как я обещал, я сниму целый день и целую ночь, как я выживаю. В общем, смотрите, много чего интересного мне привез, все по порядку. Сейчас нам что предстоит сделать. Я вот когда шел с далеку, вот эту вот пленку, ребят, ее видно за метров 100, наверное. Надо заделать стенку. И вы мне писали, что у меня очень сильно гнется пол. Да, ребят, прям капец. Просто здесь я брал толстые ветки, здесь он не гнется, а здесь тонкие. Вот сейчас мне придется снять вот эти тонкие ветки, заменить их на вот такие толстые. Вот эти хотя бы нормально держат. Просто, ребят, они сейчас свежие, то есть мягкие, они не ломаются. Но когда они высохнут, они реально поломаются, поэтому это хорошая идея, ребят. Как я говорил, мне очень помогают ваши идеи, поэтому все пожелания, все крутые идеи пишите в комментарии, будем их реализовывать. Кстати, я вот заметил, ребят, очень сильно дерево течет. И вот я что думаю, а если найти березу и попробовать добыть березовый сок в Чернобыле, мне кажется, идея годная. Как вам? Напишите в комментарии, кто за лайк. Думаю, поищем березу. Кстати, ребят, помимо путешествий по вот таким вот заброшенным местам, как зона отчуждения Припять, я люблю еще зарубиться в подобного рода игры. Недавно играл в Metro Exodus, но, ребят, она очень-очень тяжелая и требует дорогостоящего железа. И я знаю, не у каждого есть возможность собрать дорогой комп. Но сегодня нужда в дорогущем компе отпала благодаря такому сервису, как GFN.ru. Теперь ты можешь играть в топовые игры даже на стареньком ПК. Благодаря удаленным серверам NVIDIA важно просто иметь стабильный и быстрый интернет. Огромный выбор всевозможных игр. Просто подключить свой аккаунт Steam или Uplay. Играть можно на любом устройстве, начиная от компа, заканчивая планшетом или смартфоном. Причем ты можешь играть и сидя на диване, и в дороге путешествия по России. И, ребят, обязательно переходите по моей ссылочке из описания, потому что сейчас есть отличный способ поддержать борьбу с коронавирусом. GFN дает для всех новых пользователей бесплатный доступ к своему сервису на ближайший месяц. Что ж, поэтому сиди дома, береги близких и наслаждайся любимыми играми. Ссылка в описании. Блин, ну, друзья, я вот так вот старался, вот это подбирал эти ветки. Но сейчас они реально никуда не годятся, и приходится их снимать. Вы только посмотрите. Вот эти надо снять, вот эти можно вставить. Вот эти вот тонкие тоже надо поснимать. Очень жаль, что так происходит, но я реально очень сильно сглупил, сделав такие тонкие опоры. Но сейчас ничего, мы это быстро поменяем, исправим и приступим к более важным частям строительства. И, кстати, ребят, при готовке еды. Мне немножко еды привезли, я сейчас вам покажу сегодня сталкерский быт. Вон, я сложил аккуратненько веточки, потом я их протру и уберу. Вот у нас пол разобрано. На самом деле это не так долго будет, но, блин, жаль, что я очень сильно сглупил и брал тонкие ветки. Сейчас придется все делать по новой. Ребят, эти ветки находить все сложнее и сложнее. Проблема найти, знаете, именно нужного диаметра, нужной длины, чтобы они еще ровные были при этом всем. Ну вот как-то так. У меня вот, ребята, уходит на поиск одного бревна, рубку его, замеры, короче. Минут 5-10 уходит, чисто вот так вот одно бревно срубить, отпилить и привязать его к полу. Друзья, ну что ж, вон, как можете видеть, я спрятал пленку, чтобы ее не было видно сдалеку. И, наконец-то, я сделал пол. Теперь, вон, снизу эти досочки, теперь пол, как можете видеть, в разы плотнее, в разы плотнее. Ну, он прогибается, да, без этого никуда. Но, по крайней мере, знаете, я не вступаю, мне страшно, что он провалится. Я уверен, что эти ветки выдержат. В любом случае, будет сделано еще одно прокрытие сверху. Я вам говорил, какое. Хотя, может, у вас есть идеи, как можно делать с лесом, без фанеры. Обязательно кидайте мне в комменты. Но, будет как-то примерно вот так вот. Сейчас нам предстоит что? Сейчас нам предстоит доделать вот эту вот стенку. И готовиться ко сну. Я вам сейчас покажу, какой у меня сталкерский быт здесь. Теперь можете за меня не переживать. Я здесь в полной безопасности от всяких диких животных и прочей фигни. Ну, это я вам потом еще покажу. Сейчас у нас, ребят, здесь теперь настоящая сталкерская база. Как можете видеть, с автоматом. С этого я сделаю заборчик. Крыша уже замаскирована с далеку. Следующий, я вам покажу, как оно с далеку смотрится. Это моя база 30 метров. Раньше вот эта вот черная штука, она была прозрачная, эта пленка. Короче, она очень сильно палилась, потому что сильно отражалась на солнце. Сейчас, как вы можете видеть, мою базу вообще видно только сблизи. С далеку ее не заметишь, поэтому теперь я не переживаю, что меня спалят. Я вам не показывал еще. Смотрите, кабаны подбираются все ближе. Как вы можете видеть, здесь вон разрыто. Здесь разрыто. Ну, не знаю, на камере просто это реально плохо видно. Но вот если посмотреть на всю поляну целиком, как вы можете видеть, вот разрыто, вот разрыто. Вон перерыто. Короче, это кабаны, что-то они ищут в земле, и они перекапывают. Может, конечно, кабаны обычно сильнее разрывают. Может, какие-то зайцы или что-то подобное, какие-то барсуки. Но я не знаю, вот в той стороне точно есть кабаны. А это, ну, или кабаны, или что-то поменьше. В любом случае, дичь здесь есть, поэтому с голода не пропадем. Ну вот, ребят, как-то так. В общем, сегодня мне, кстати, привезли еще еду, поэтому мы с вами сделаем мясо на костре. Я вам покажу реально сталкерскую обстановку, как, в принципе, живут сталкеры даже не в домиках, просто в Припяти. Приготовим поесть, приготовим попить. Короче, сегодня будет все очень круто. По поводу этого. Он чисто будет здесь, ну, как, знаете, декор, но также, возможно, для самозащиты. Но пока что я вам рассказывал, что ночью здесь страшные звуки от того, что деревья скрипят. Но теперь, по крайней мере, знаете, будет как-то спокойнее. И, короче, сегодня, ребят, опять, сегодня прям, не знаю, сильный ветер, потеплело, сегодня плюс 10, но ветер сильный, и я боюсь ночью он будет холодный. Поэтому ночью будем сидеть, греться у костра. Что ж, я доделал стенку, начинаю делать стены. Вы пока что не знаю. Наблюдайте за процессом и пишите свои идеи. Ну вот так, друзья, я решил, значит, зря не переводить доски. Они, конечно, на дрова пойдут, но я взял вот эти, которыми раньше были на полу, и взял их, и теперь делал из них стенку. Вроде бы неплохая идея. И, кстати, у меня к вам вопрос. Напишите по поводу лестницы. Выглядит ли она слишком фуфлыжной или нет? Потому что, я не знаю, может, это стоит переделать. Потому что, вроде, домик прикольный, а лестничка не очень. Ну, в общем, ваши варианты, ваши мнения в комментарии. А мы продолжаем делать стены. Фух, ребят, последние штрихи. Блин, это реально почти так же долго, как делать пол. Вы даже не представляете. Смотрите, уже реально на улице стемнело, уже солнце село. В лесу сейчас насчет сильно холодать. Поэтому... Самое время сделать костер. Фух. На самом деле, я устал, ребята, еще и не ел два дня ничего. Сейчас мы пойдем на нашу ловушку на кабана. Я ее, можно сказать, так заправлю. У меня приманка есть небольшая. Небольшая. Короче, немного есть этой пахущей штуки с луком, там, с цибулей. Сейчас я там налью и покажу вам, что с этого будет. Давайте пока, что с домиком разберемся. В принципе, ребят, вот такие вот дыры, я думаю, позаливать монтажной пеной. Потому что других вариантов, что с ними делать, у меня нет. Короче, это сложно будет. Вот так вот, ребят, потихонечку заливаю, потому что надо, чтобы она затвердела, чтобы поверх нее наливать новый слой, потому что пена будет обсыпаться. Ну, как-то так будут заделаны примерно все дыры в доме, которые будут в дверях, везде. Все будут заделаны вот таким вот образом. Как-то так. Пена потом твердеет, и считай, не будет всех сквозняков, проветов, ребят. И будет дом у нас герметичный. Вы не думайте, что я все так оставлю, я реально доделаю так, чтобы в доме не было таких щелей. Вот эти все щели в полу везде, они будут заделаны, не переживайте. Блин, ребят, вечером что-то ветер вообще усилился. Но, как я говорил, мы с вами сделаем костер. Точнее, я сделаю костер. А вы посмотрите, и сделаем мясо на костре. Что это за красная плесень? Фу. Офигеть, что это такое? Ребят, я впервые вижу красную плесень на дереве. Короче, вот по всему лесу, вот куча вот такого поваленного сухостоя. Я его себе собираю на дрова. Просто так вот ходишь, не надо ничего рубить, не надо ничего искать. Все готово, я просто в подземли собираешь. Оно реально сухое. Самое то, что надо для костра. Так, ну вот здесь, ребят, у меня, в принципе, можно сказать, моя кухня. Пока что она выглядит вот так вот. Я знаю, вы сейчас накидаете здесь, вы от построить кухню. Мне там уже кидали, сделай, и сделай душ, и сделай туалет, сделай кухню. Короче, все по порядку. Давайте сначала закончим делать дом, потому что работы все-таки еще здесь много, ребят, не все так просто. А потом уже сделаем кухню. Ну, пока что есть, то есть. Кстати, я вот думаю, может кухню сделать где-то вот на первом этаже. В принципе, знаете, будет такая кухонька здесь небольшая. Здесь сделай буржуйку. Выход дыма сделай туда. Ну, в общем, давайте, делитесь идеями, а мы уже вместе решим, как что делать и как что будет. Костер было распалить нефиг делать, у меня уже в этом опыт больше есть. Кто не знает, рассказываю. На них складываются маленькие веточки, сухие. Очень реально, самое главное, чтобы они были сухие, прям сухие, не трухлые, а именно сухие. Сначала разжигаются они, а потом постепенно облаживаются вокруг еще большими. Постепенно наверх ложки большие, только так, чтобы костер не упал, потому что ему надо воздух. Чем больше воздуха, тем сильнее он говорит, смотрите. Почему ты когда дуешь, огонь разгорается? Потому что ты туда кислород нагоняешь. То есть, получается, горит лучше всего от кислорода. Когда весь кислород выгорает, то огонь тухнет. А мы когда дуем, то мы туда кислорода подгоняем, то есть из-за этого огонь разгорается. Ну, как-то так, кому не знаете, как я говорил, просто сухие веточки накидали. И постепенно подбрасываете больших. И вообще разгорается, нефиг делать. Ну, а вот, ребят, моя пастка. Вы смотрите, у меня сейчас с собой есть заправка для шашлыка. Я, наверное, ей полью. Она прям очень похуже, там куча цибули. Я уверен, кабанов такой запах привлечет. Если нет, то не знаю, может какие-то другие варианты есть. Их я тоже испытаю. Их обычно тоже гниль привлекает. Попробую, у меня яблок завезли. Попробую, может оставлю одно на ночь, может он сгниет. Но это нужен процесс, надо будет их тут раскидать. Так вот, по поводу кабана. Он пойдет сюда, у меня с собой видели карабин. Но это не автомат, ребят, это карабин обычный. Но суть в том, что стрелять запрещено по программе YouTube. Поэтому, возможно, что-то будет. Заходите в мой телеграм, там я все залью. Самое интересное такое. По ловушке все. Приманку я уже рассыплю. Но сегодня кабана вряд ли я вам покажу. Но, ребят, следующий видос, обещаю. Давайте наберем тут много лайков, комментариев, просмотров. Следующий видос уже будет с Припяти, с охотой, с рыбалкой. Да, ребят, я опять пойду в Припять. Поэтому варианты, какие вы хотели бы еще посмотреть, пишите мне в комментарии. Все, что я не показал в прошлый раз, я покажу в этот раз. В Припяти будет рыбалка, будет много сталка, много чего интересного. Ну, а мы отправляемся делать мясо. Потому что, ребят, прикиньте, три дня я ничего не ел. Я ел вот этот розенбич пакета, там, два дня, и то по одному в день. Прикиньте, как я проголодался-то, а? Ну, а сейчас, ребятки, осталось дождаться, пока вот эта вот вся часть моего костра не перегорит. И только потом на углях будем готовить. Потому что, ребят, на огне готовить... Ну, я думаю, кто разбирается, понимает, что на огне готовить глупо. Мясо просто перегорит, высушится. А вот на углях, когда будет жар, это самое то. Поэтому мне сейчас, наверное, где-то минут 20-30 надо подождать, пока вот эта часть перегорит. И мы, наконец-то, приступим к готовке. Вы не представляете, как я этого долго ждал. Просто вообще не знаю, дождаться же не могу. Вот что делать с человеком отсутствие еды. Кстати, еще один повод и стимул быстрее заняться охотой, дословить кого-то. Потому что у меня мяса-то немного, ребят, у меня еды, опять же, на один день. Судя по шуму леса, здесь скоро, возможно, будет гроза, потому что слишком сильный ветер задувает. Но у меня вот угли почти готовы. Сейчас вот такие вот делаются... Самодельный мангал сейчас вам покажу, как делать. Короче, просто достаточно сделать вот такие вот рогачи. Втыкаешь их в землю напротив костра. И потом на них уже можно будет делать мясо. Сейчас я вам покажу, как это все делается и происходит. Друзья, просто смотрите, какая вкуснятина. Блин, я мясо не ел так долго, что я уже просто готов былого сыра есть. Тем более, воно пахнет. Но я все-таки дождусь, когда оно будет готово. Блин, я не знаю, вот такая вот атмосфера сталкерская, простите. Прям как я люблю. Смотрите, вот мой сталкерский домик. Тут сразу мяско, все готовится. Блин, просто шик. Это, знаете, уже, ребята, это не выживание. Это для меня, не знаю, кайф, отдых. Ну, а вот так, друзья, выглядит моя ночь. Камеру я, конечно, убираю. Надо будет мне порядок навести, вещи убирать. Вот моя база, в принципе. Вот, как вы можете видеть, как она в ночных очертаниях выглядит. Но, ребята, смотрите сами, жутко. Вот отходишь ты от базы, наверное, отошел ты на метров... Отошел ты на метров 10 в поисках дров. И уже реально становится немножечко ссыкать. Значит, я вам покажу. Уже не видно эту базу. Вон она там далеко. Короче, ребят, вот такие вот дела. Не знаю. Я, на самом деле, здесь уже почти месяц. И привык к этому всему. То есть, так вот, каждый день я вхожу, набрать дров и возвращаюсь. Потому что без костра вообще нереально жить. Но, тех, кто в лесу не бывал, тем будет страшно. Это, считай, реально беспомощь. Смотрите, вот ты реально в какую сторону не посмотришь. Везде дремучий лес. Если кто из вас был в одиночку ночью в лесу, вы меня поймете. Просто смотрите, вот реально в всю сторону смотрю. Нигде ничего не видно. Вон, просто камера не видит. Вон там костер есть. Вон, вот там. Вон, да. То есть, если бы не камера, то есть, я бы никогда не нашел бы свою базу. Поэтому ночью я просто сижу в доменьке. И сейчас вам покажу, какой вид у меня открывается. Ну что ж, друзья, пока у меня немножечко времени есть, решу с вами поговорить. Короче, какие у меня планы вообще на эту базу? Я планирую остаться здесь подольше. Потому что, смотрите, что происходит. Значит, друг ко мне сегодня приехал. Он рассказал, что у них в городе не ходят маршрутки. Не работает ничего, ни Макдоналдс, ни торговый центр, ни школы, ни универы. Даже на работу многие не ходят. Поэтому, ребят, я думаю, такая жесть. И я думаю остаться здесь еще на месяц. Напишите, как вам такая идея вообще. По поводу стен, ребят. Стены, я говорю, сделаю фанеру. Но вот мне друг передал, что просто он не может физически зайти в магазин и купить фанеру. Потому что отделение не работает. Просто реально какая-то жесть. Я не знаю, что мне делать со стенами ночью. Очень холодно. Сейчас, может, слышите на фоне очень сильно лес шумит, очень сильный ветер. Видите, у меня пар идет изо рта. Но улица прохладно. Поэтому, ребят, стены я сейчас буду думать, как бы хорошенечко организовать. Как я говорил, делитесь идеями по поводу домика. Снизу я вот решил, снизу я все-таки сделаю кухню, склад. У меня будет там и кухня, и склад. Будут храниться вещи. Также приготовить. Здесь, наверху, я думаю, сделаю лесенку и будет какая-то вышечка. Ну, вы мне реально крутые идеи подкидете. Вот я сделал нормальный пол. Потому что вы заметили, что он прогибается. Да, и мне самому было очень неудобно. Поэтому так. Кстати, у меня есть очень-очень бомбезная идея привезти сюда генератор. Не знаю. Он не особо дорогой, и довезти его будет сюда несложно. Поэтому я думаю, если... В общем, давайте так. Если вам нравится такая идея, вы поддержите ее. Поставьте лайк. Я уже посмотрю, кому это интересно, то завезу сюда генератор, сделаю себе нормальное освещение, нормальное электричество. Потому что, ребят, обогреватель сюда в домик будет очень-очень неплохо. Ну, вот такой, ребят, у меня вид открывается с баз. Смотрите. То есть, получается... Ну, да. Если бы не карабин, то мне вообще бы здесь было очень страшно. Но он очень сильно дымит. Поэтому, ребят, вы мне говорили, сделай костер под низом. Прикиньте, какой у меня будет дым. Это вообще не вариант. Ну, получается, я сделал стены, и... Я знаю, я вам уже много раз их обещал сделать. Но, друзья, дело в том, что из-за вируса... Получается, мой друг не может мне привезти материалы, и из-за этого я вынужден спать вот так вот, читать под открытым небом. У меня вот здесь вот защита хоть какая-то есть, но в плане стены ничего. Поэтому я укрываюсь пленом, закутываюсь спрюду утра. Но, ребят, как вы можете слышать, сейчас очень-очень сильный ветер. Поэтому я, наверное, всю эту ночь пруду возле костра. Что ж, дорогие мои зрители, на этом я буду заканчивать видос. Он получился очень долгий. И хоть вы меня просили долгие видосы, я как обещал их делаю, вы видели, что у меня происходит днем, что у меня происходит ночью, как я здесь живу. Я вам, конечно же, покажу еще много чего интересного, но этот ролик я буду заканчивать. Я оставил приманку на кабана, поэтому в следующий раз нас ждет охота, ждет рыбалка. Уже в следующий раз вы видите, как мой домик будет готовый со стенами и со всем. Поэтому давайте, ребят, поддержите ролик лайками, комментариями. 50 тысяч лайков, 5 тысяч комментов, я гружу новый видос. Кстати, также будет еще видос в Припяти, поэтому пишите места, которые вы хотели, чтобы я посетил в Припяти. Я лично точно посещу Юпитер, но если у вас есть крутые идеи, обязательно мне их пишите. Также, друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, там будет розыгрыш смартфона. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, ВК, Телеграм, кстати, тоже, в котором выходят крутые видосы. Будут ссылочки в описании. Что же, ребят, я вас всех благодарю за просмотр, вы у меня самые лучшие. Спасибо каждому за поддержку. Новый видос будет очень крутой. А ну стоя, кто, кто там? Эй, что? Эй, что? Иди! Подожди. Чувак, а что ты здесь делаешь? Жад, я очень рад тебя видеть. Чувак, а что происходит? Подожди, подожди, сейчас припитет фонарь. Фу, блин, я думаю, я, знаешь, так молчал долго, что я не знаю, кто это. Чувак, а кто здесь может быть в моей встать кайской базе? Фу, жад, я так тебя рад тебя видеть. Тебя мой друг привез или кто? Что? Тебя мой друг привез? Конечно, а кто еще? Чувак, блин, а почему я не сказал? Тебе все привез? Ребят, я с Игей не виделся, а считай неделю. Да, я так тебя рад видеть, фу. Короче, ребят, посмотрите, к нему на канал съедите, посмотрите, что наснималось там, пока меня не было. Ладно, чувак, ну сейчас мне реально будет проще сталкивскую базу строить. Окей, ладно, пошли, я тебе пока что я сделаю, там реально я очень много сделал. Окей, давай. Ребят, приходите к нему на канал, посмотрите, где он был.